То, что онкология не приговор, врачи говорят уже давно. Здесь в арсенале специалистов целый набор. Малоинвазивная хирургия, химиотерапия, программы ускоренной реабилитации, обратная связь с пациентами. В областной клинической больнице уделяют этому особое внимание. Пациенты не остаются со своей болезнью один на один. Врач, как говорится, всегда на связи и готов помочь. Постоянное развитие и открытие новых вершин в хирургии – это то, к чему стремятся в этих стенах. Российско-японский тренинг полуапроскопической колоректальной хирургии проходит здесь уже второй раз. Главный врач УКБ Дмитрий Хубезов уверен, у японцев есть чему поучиться. Это самое, скажем, топ, что сейчас есть в хирургии. Потому что японцы – лучшие хирурги в мире, и японские врачи – лучшие врачи в лечении рака. Те успехи, которые достигла Япония в области лечения влокачественных новообразований, они не оспариваются никем. Самые лучшие результаты. Японские врачи, в свою очередь, охотно делятся опытом. Ведь именно в этом заключается главная цель тренинга. В одной операционной жизни спасают молодые хирурги, в другой – более опытные. И те, и другие настроены только на положительный результат. В России первая лапроскопическая операция прошла более 25 лет назад. За это время технология показала свою эффективность и перестала быть чем-то новым. Однако всегда можно усовершенствовать процесс, ведь любой опыт важен. Особенно, если дело касается медицины. В программу учебного курса входит прямая трансляция процедуры выполнения операции прямо из операционной. У нас есть опыт проведения учебных мероприятий по проведению операций лапроскопическим методом. И он насчитывает 30 лет. И в этот раз мы планируем продолжить наш обмен опытом в выполнении таких операций. В одной из операционных лапроскопию провели 81-летнему пациенту. Для него это просто спасение. В таком возрасте открытую операцию проводить крайне опасно. Теперь у человека появился шанс не только на победу над раком, но и реальная возможность полностью восстановиться после хирургического вмешательства. К сожалению, в этом случае без операции не обошлось. Но при своевременной диагностике прогнозы для пациентов с колоректальным раком самые оптимистичные. Сложность заключается лишь в том, что именно этот вид онкологии тяжелее всего выявить. Колоректальный рак, да, он растет и с каждым годом. Он растет во всем мире, в том числе и у японцев. И с каждым годом все больше и больше. И актуальность этого вопроса, решения этого вопроса, конечно, будоражит наши умы. И японские, и европейские, американские, и российские. Причин такой печальной статистики может быть много. Начиная с экологической обстановки и заканчивая питанием. Этими вопросами занимаются ученые всего мира. А врачам приходится бороться со следствием. И этот тренинг ВКБ далеко не последний. В ближайших планах проведение крупной конференции по трансплантологии и конференции по онкологическим заболеваниям с участием ведущих специалистов из Бостона. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».